Здравствуйте, дамы и господа! С вами Немезис. Сегодня я не один. У меня в гостях шеф-редактор и просто хороший человек Гурки. Да-да, всем привет. Он же Кирилл Овсяников. Итак, сегодня у нас будет матч Universal Soldiers против Online Kingdom в рамках Intel Challenge Super Cup номер 8. Ну да, все правильно. Да, и команда уже на сервере. Особо задержек не будет. На 5 уже зашли. Видимо, даже уже режутся, да? Ну, они тут делают скрины дыма, то есть предматчевые процедуры, которые необходимы для выявления честной игры, скажем так, да? А сейчас, я думаю, будут Книф. Да. Книф раунд. Ну, что ты думаешь, кто выиграет эту игру? Я поставлю все-таки на финнов, но в общем-то, шансы перевес, скажем так, в сторону финнов будет не очень большой. Мне кажется, поляки вполне могут побороться. И учитывая, что пинг, в общем-то, у них... Ну, к моему удивлению, у финнов пинг достаточно высокий. Вот я вижу, да, у Джигетуса 80, как бы, будет зажновато ему. Да, 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 учитывая, что это все-таки Финляндия, и, насколько я понимаю, они играют на серверке на немецком, Gamehosting.com, скорее всего, немецких фестерват. Вот. Я думаю, что при таких раскладах с пингом борьба будет равна. Парни, может получиться, кстати, ничем. Да, они стоят, смотрят друг на друга. Вот в составе онлайн-кигдома вы можете видеть Джигетуса, некоторые его могут знать по мувикам, многочисленным. Притом, в том числе, он и сам о себе их делал. Такой второй Джигарн. Ну, там хорошие мувики, там, конечно, моменты шикарные. Да, у него отличные фраги. Будет интересно посмотреть, сможет он... Ну, у него пинг 80, уже 60. Так что я не думаю. Не думаю. Ну, в любом случае, посмотрим. Так, это у нас уже лиф, да. Ну, смотри, какая интересная аркада от онлайн-кигдом. Фины тут прокрадываются. Центр. И главное, что Брейк сейчас будет очень удивлен. Да, в спины убивают его. Так, идет атака по второму медлу. Джигетус сделает фраг, и вот фраг делает. Ну, зажали уже их. Зажали на втором. Вот в ховры пробивается Мегабартен. Убивает Джигетуса. Да, он все хорошо, но только бомба лежит перед выходом в центр. Ее контролируют тут сразу три ГК, и еще четвертый рядом на банане. В общем, шансов мало. Подсадились, смотри, Дензер тут. Да, да, вижу, на крыше. Убивает его. Ничего себе. Ну, сейчас, если получится с бомбой отойти, может быть, что-то и выйдет из этого. Но, по-моему, очень мало ХП, сейчас посмотрим. 34. Ну, все, все, убивает Мегабартен, остается Менис. Думаю, это конец. Хотя, у него нет бомбы, он достал ее. Да, у него бомба, и поэтому контры разошлись, все-таки решили разбежаться в сторону планта одного и другого. Ну, все воспалили. Да, он убивает его. Первый раунд за финнами. Команда из Финляндии сегодня вечером еще будет позже один матч. По-моему, с норвежской командой в рамках ESL Nordic. Обновленный турнир, это, конечно, не тот ESL Pro Series Nordic, к которому мы привыкли за год практически, там, за два сезона. Этот турнир все-таки не радует таким клевым списком участников. Но, тем не менее, такой достаточно напряженный график у финской команды. Так, медленно играют у нас солдаты. Эко-раунд свой. Пытаются какой-нибудь шальной хэдшот повесить. Не знаю, получится, нет. А больших песков, да, минус у нас, нас делает минус в центре, от зелени. И тут очень сильно коцает еще народ. Там просто, просто каленый очень сильно. Нас еще делает фраг. Ну, это расстрел. Расстрел солдат. Остается вам брейк один. Смотри, достаточно грамотно играют финны, то есть, никаких успов, да, то есть, закупка, с МП-5, с Фомасами, со второй броней. То есть, так достаточно надежно играют. Ну да. Сейчас уже слишком часто бьют противника в втором раунде деглы. Так. Агрессивно играют, поэтому братья Виспи против деглов как бы не очень хорошо. Ну да, мы помним печальный раунд матча Виртуз Происка. Да, помним, помним. И когда двое наших игроков были пистолетными в этом раунде, это было, конечно, опасно. Шнадцать делает еще фраг с гранатой. На правах капитана он завладел инициативой в центре. Брион поджимает центр с банана. Выбегает. И, да, последний поляк падает. Это Кинг. Ну, кстати, Кинг на правах замены выступает, ну, на правах шестого игрока выступает в Universal Soldiers. То есть состав солдат он состоит из шести человек. Вот. И у них то один, то другой играет. Молодцы, подсуетились. Ну, это просто вызвано, скажем так, они участвуют в турнире EPS Польша. Вот. И там очень непростая система в плане переноса матчей и приходится играть матчи в то время, практически в то время, когда их судьи ставят. То есть перенести матч достаточно проблематично. Ну, и для, поскольку иногда игроки не могут, допустим, да, отыграть матч, им приходится просто заменять. Ну, да, вполне разумно. Вот сегодня назначили Escalade техническое поражение, неизвестно почему. Возможно, как раз не смогли просто сыграть ребята и договорились о переносе. Я спросил Тафу по этому поводу. Он сказал, что не смогли Escalade сыграть, при том, что расписание в общем-то переносится на турнире, то есть игры можно переносить, но, видимо, для этого существует определенная процедура и, скажем так, определенный временной лимит, то есть там за день до матча никто не будет переносить игру. Так, тем временем, у нас, кстати, солдаты прорвались по плюсу. Такое, на Аплант, сейчас очень неплохо. Один базик остается. Да, бейсик остается у нас. Слово П, сейчас, если он не сделает фрага, он будет однозначно сэвить. Все-таки на двоих игроков тут бесполезно, фокус идет на него, просто полный. Будет очень тяжело ему. Один, хорошо, хороший фраг делает. Сейчас ему надо понять, где второй игрок находится и раздиффузить. Диффузов, я так понимаю, у него нет. Нет, есть диффузов. Да, попытка раздиффузить дым, но польский игрок делает фраг. Да. Ну что, неплохо так. Усыпляли, усыпляли, что в пистолетке, что на экораундах ничего особо интересного поляки не показали, да, сейчас вот достаточно агрессивно центр заняли и все, в общем-то, здорово. Так, и геймпейзинг, да. Это значит, что кто-то повис в этом раунде, ну, или какая-то пауза, связанная с техническими проблемами. Вообще, про польскую кэс-сцену в России, к сожалению, мало чего известно, хотя, в общем-то, страна находится не так далеко от нас, и у ней достаточно живая Counter-Strike сцена. Например, вот данный состав держится с марта этого года, где-то с начала марта, и как раз он был сформирован после завершения карьеры такого любимого у нас в России игрока, как рулон. Ну да, никнейм, говорящий. Так же, как и еще у некоторых игроков, всем известных, например, Майнед из MTW, тоже обласкан вниманием российских зрителей. Да, ты даже видишь, дело даже не столько в самом нике, скажем так, да, вот в этой языковой игре, сколько в том, что рулон, как олицетворение человека, играющего без фрагов, скажем так, то есть играющего очень плохо. Ну, какой-то матч, по-моему, еще по выступлениям за Эгейм, команду Эгейм, то есть команда, где играет Нео, компания, рулон там в одном из матчей не набрал вообще фрагов, и, в общем-то, это ему припомнили, добрые болельщики. Да, сделали крупы лунов. Да. Так, по коврам у нас выход, кинг, вот этот как раз заменяющий игрок польской команды, выходит по коврам, но у нас повис походу один из игроков. повис, дергается он. Да, неприятно. Но вот это, скорее всего, из-за этого пауза и была сделана. Видимо, пауза не особо помогла. Ну, скорее всего, просто ничего не... Ох, целых два игрока вылетели, судя по табу. Вижу, что окей, втроем остались на сервере. Да, именно так вылетел дигетус и дензер вылетели. И вот, я думаю, как раз они зайдут, и в следующий раунд уже финны начнут полно составить. Ну что, для универсу солджерс эти технические неполадки идут в плюс. Технические неполадки в первенках. Ахаха. Да, если, конечно, раунд возьмется. Но остались с двоем окей, На, убивает насу. Жарко. Даже в таком преимуществе не помогает солдатам это преимущество. Проигрывают они раунд. Ну, это вот нехватка опыта. То есть, все-таки нельзя сравнивать игроков там уровня насу. Пускай он, ну там, даже фреона с молодыми польскими игроками. То есть, тут разница в классе она есть определенная. И, учитывая, что поляки вообще, в принципе, в онлайне играют достаточно слабо. Ну, если не брать как не сквитерс, то вот это преимущество, оно как бы понятно. 4-1 ведут ОК. Кстати, хорошая аббревиатура, да, для названия команды? Да, ОК, ЮЭС. Ну, я думаю, такие уже команды были. В принципе. Так, у нас выход пока в ран, Данзер тут принимает, да, делает два фрага, затыкивает его с глока. Очень интересно, Джигетто, тут Джигетто, да, в твоих настроем стиле. Помогает Данзеру, ну, и хоть тиммейт его упал, тем не менее, фраги сделаны. Замечу, что спектаторов всего лишь 255, это самое меньшее число за вот все эти игры, которые были в последнюю неделю. Ну, матч не самый кассовый, прямо скажем. В общем-то, для турнирных раскладов он пока не имеет особого значения. Во-первых, сам турнир длинный, напомню, команда играет по два круга, то есть два раза каждый с каждым будет играть. Ну и, скажем так, не так много сейчас поклонников у той и другой команды. Все-таки Universal Soldiers это не те Universal Soldiers, которые были там в год назад, когда там играл тот же рулон. Ну и за финские команды, конечно, народ старается болеть, но не так много, как, не знаю, несколько лет назад, когда финская сцена действительно была в той сцена. Данзер у нас пропушил ковры. Пойдет или не пойдет вниз непонятно, но достаточно активно занял. Нет, похоже, так и будет холдить. Тем не менее, у теров у нас идет холд на втором центре, холд по коврам, и брейк у нас смотрит банан. Брейк пытается выйти, понимая, что достаточно хорошо там окопались финны, возвращается. Ну а, будут они выходить? Вот уже по коврам проходят масса. 30 секунд осталось. Я думаю, надо смотреть за Джигетусом. Да, я как раз на нее приключился, будет минусовать выходящих врагов. Да, такой стандартный достаточно для игрока защиты ход, то есть перед атакой террористов он сам врывается в ковры, делает шикарный фраг, кстати, сейчас вот с прострела. Ну и нас вот подчищает. Джигетус с нас в принципе вдвоем отбили план. И еще 6-1. 6-1. Как я уже сказал, состав Universal Soldiers выступает параллельно в EPS Poland, EPS Польши. Ну, выступает, скажем так, не слишком хорошо. Команда провела всего три матча, из них выиграл только один против команды P2 Gaming. И проиграли, в общем-то, МАК по плей и FX. Ну, кстати, с FX они тоже играли на Inferno. И там счет встречи 5-25 в пользу грозных поляков вот этой грозной пятерки чемпионской. Вот, поэтому можно просто оценить уровень команды в сравнении вот с таким грандом. Это да, это да. Online Kingdom кстати выступает достаточно неплохо в целом. То есть видно, что команда еще только-только формируется, что тактическая часть, сыгранность все-таки находится не в самом оптимальном состоянии, но тем не менее команда стреляющая, команда бегающая и если будет стабильный состав, мне кажется, может получиться что-то интересное. Ну, она старается бороться за топ на родине. А на первой в каком пассиве эти команды на этом турнире? Online Kingdom по-моему имели третий пассив Universal по-моему имели последний пассив, то есть четвертый, третий, четвертый пассив играют, если я не ошибаюсь. Вероятнее всего именно так. По уровню этих команд я бы забыл куда-же. получили второй посев, если честно, не обладаю такой информацией, надо будет посмотреть. Online Kingdom для сравнения, сейчас у нас Danza остался, точнее у нас King 1 остался против футбол.